Добрый день, дорогие друзья! С вами Юлия Герс и серия рецептов «Быть собой». И сегодняшний наш рецепт называется «Я творец». Я творец своей собственной реальности. Это название пришло ко мне уже какое-то время назад, и поскольку мы сейчас записываем рецепты всего один раз в месяц, то я понаблюдала за тем, как оно будет развиваться, как оно будет расширяться, и вообще будет ли еще актуально то, что я хочу вам сказать, потому что это пришло, как я и сказала, какое-то время прежде. Но тем не менее, вот сегодня, когда мы записываем этот рецепт, сегодня 31 марта 2017 года, то эта передача, которую мне хотелось бы вам передать, это название, это «Состояние я творец», оно очень актуально. Дело в том, что какое-то время назад у меня была иллюзия, лично у меня, потому что я проживала там определенные свои опыты и свои расширения своего собственного сознания определенным образом, поскольку мы все уникальны, то у меня была иллюзия, что есть некто, есть что-то, что влияет каким-то образом на мою реальность и на мою жизнь, что нет такого, что я целиком и полностью создаю свою жизнь, что есть судьба, есть какие-то внешние обстоятельства, есть Бог всемогущий, есть влияние планеты, есть все, что угодно, которое определяет мое проживание на планете Земля. Безусловно, я как человеческое существо могу что-то желать, могу как-то что-то выстраивать в своей жизни, что я хочу, и притом я слышала о том, что есть понятие свободной воли и каким образом эта свободная воля проявлялась, но вот этого четкого, ясного понимания, что только я сама творю свою реальность, какое-то время назад, я сейчас говорю о нескольких годах, на самом деле десятилетия своей жизни, у меня оно отсутствовало. И почему я сейчас возвращаюсь к этой фразе и к этому полному пониманию, к этому полному осознанию, что я творец включает в себя тотальная, стопроцентная осознанность и понимание, что только я и никто другой создаю свою жизнь, почему сейчас я об этом говорю, что это настолько важно. Понимаете, каждый из нас двигается в своем собственном опыте, в своем собственном пути расширения сознания. И какое-то время назад это было уместно, когда мы позволяли себе, например, играть еще в какую-то игру, которая заключалась в том, что я поиграю в то, что еще не я творец, я поиграю в игру, что есть какие-то внешние обстоятельства, которые определяют мое проживание на планете Земля, и в какой-то момент я могу сказать, что это не я виновата, что вот я таким образом проживаю свою жизнь, это обстоятельства моей жизни. Но дело в том, что сейчас, в этом году, в который мы с вами все вошли, и вот он начался, астрологический Новый год начался после 21 марта, вы уже начинаете замечать, что жизнь начинает меняться очень бурно, очень активно, все вообще с ног на голову переворачивается. Сейчас очень важно, чтобы каждый из нас, даже если мы в это окончательно не верим, но сказал себе, «Даже если я не верю, что я творец своей реальности, я есть творец своей реальности». Пусть Дух покажет мне через знаки, через моих друзей, через моих знакомых, через любые внешние какие-то проявления, покажет мне, что да, действительно, я творец. Даже если Дух мне не покажет, что я творец, пусть внутри меня это укоренится, и позвольте этому развернуться. Пусть пройдет какое-то время после того, как вы это скажете, но говорите это каждый день, хотя бы три дня, хотя бы семь дней. Говорите это, глядя себе, на себя в зеркало, утром выражая радостное состояние, выражая вот ощущение радости, улыбаясь себе и говоря, «Я есть, кто я есть, я творец своей реальности, я создаю свою жизнь, я создаю свою жизнь». Я вышла из жертвы, я вышла из вины, я вышла из того состояния сознания, из того качества сознания, когда я даже на микрон, на волосок, на пелюшечку могу представить, что кто-то другой, кто-то другой или что-то другое определяет проживание в моей жизни. Это не так. И поверьте, что через некоторое время, если вы начнете давать в это свое внимание, давать в это свою осознанность, желать этого, действительно, сердцем желать, или желудком, кто чем, на самом деле, это сейчас не имеет значения, просто чувствами, ощущениями. Если вы начнете это желать, то вы осознаете, что вдруг каким-то образом жизнь начнет меняться, вдруг перед вами что-то начнет появляться, что потребует вашего внимания, как какое-то простое действие, например, самое простое, что мне приходят приготовить новую пищу, это для женщины, для мужчины что-то сделать, сколотить, там, не знаю, на машине, с машинами что-то сделать, любое мужское проявление, возможно, что-то убрать, как-то переустановить что-то в своем пространстве, изменить что-то в своем гардеробе, в своем внешнем виде, как угодно. Я творец, начните с простых вещей, начните с самых простых вещей, которые позволят вам заикарить это качество. Очень важно в это время, сейчас, идти в это состояние, что я творец, я создаю свою реальность, что нет никакой судьбы, что нет никакого определенного пути, по которому я должна идти. Я выбираю свою жизнь, я выбираю жить в радости, в любви, в процветании. Еще раз в радости мне хочется сказать, просто что она изливается из меня каждый день, и я создаю свою реальность. И даже если месяц, два месяца или три месяца по каким-то причинам я буду видеть небольшие, незначительные изменения, но проецируйте свои мысли, формы, свои мысли, свое сознание в то, что изменения есть. И как только вы будете давать в это свое сознание, тем быстрее, мощнее и красивее, ярче будут проявляться изменения в вашей жизни, приводящие вас к тому, что я есть дворец. Давайте сделаем еще один глубокий вдох вместе, и потом еще один. Дорогие друзья, я желаю вам сегодня хорошего дня. Я желаю вам полностью войти в это качество сознания и ощущения в самом физическом теле, что я есть дворец. И я желаю вам собирать в свою корзину все эти замечательные подарки, знаки, которые показывают вам, что это так и есть. С вами была Юлия Герс. До следующего раза. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok